всем привет прислали на заточку и на чистку 4 бритвы хотел по ним показать вот у нас в закрытом канале уже было обсуждение по этим бритвам вот хороший пример того что разные средства для бритья предназначены для т-образных станков или вообще для пластиковых использовать для клинковых не стоит потому что бритвы очень сильно чернеют покажу пару фотографий пример вот как можно видеть бритва такая вся в темных пятнышках вот к человеку она приехала в отличном состоянии собственно в таком как она и сейчас но пятна начали вылазь после того как он применял гель для бритья вот такой вот гель тоже покажу вот ну и плюс там еще некоторые мыло тоже скорее всего дали свой эффект потому что все четыре бритвы были вот в этих пятнышках я только парочку сфотографировал для архива вот надо подбирать что-то такое чем пользуются все и на что есть отзывы именно по клинковым бритвам вот но почистил без перешлифовки просто убрал всю эту гадость которая тут была теперь бритва аккуратная и красивая как и были вот особенно много нареканий в этом плане было по поводу немки кисмет торгового марка тоже ее полностью вычистил вот человек говорил что прямо при бритье вот прям в процессе бритья нашла коричневыми пятнами ну вероятно дело в мыли все таки или гелях которые до этого с ней использовались потому что мы договаривались я поставок переточил эту бритву почистил переточил вот ей полностью побрился то есть ну не тестово именно как полное бритье полноценное со своим мылом мыло у меня сейчас от холлс от хохом лайк шевинг но самое какое-то простое то есть но обычно душистая без всяких там супер компонентов то есть просто обычное мыло российского производителя вот вот ничего с ней не делал после этого вот как можно видеть все в хорошем состоянии некие пятнышки нигде не полезли ну как ничего не делаю после этого еще передавил направил все чисто и аккуратно по остальным бритвам тоже кое-где были пятнышки видимо все это из-за того геля потому что у меня с гелями тоже история в свое время была не очень хорошая у меня прям вообще ядреный гель бы сейчас мне фоток нет собой показать фаберлик фирма было да там прям на бритве черные пропали мы были в районе в районе режущей кромки тоже именно на глазах все это вылазило прямо в процессе бритья вот ну вот эти вам все почистил так покажу то есть как проходит и чуть позже сегодня отправлю сложно очень тоже надо спрашивают что посоветовать как я уже опять же в частном канале написал в обсуждении сложно посоветовать что-то конкретное только вот тоже чем я сам пользовался это я могу посоветовать потому что некоторые мыло для бритья проверены на десятках если не сотнях разных клинков потому что у меня такого нет что я беру какую-то бритву только ее постоянно бреюсь я периодически чередую бритв много разных разных стран производителей разных периодов то есть это всегда разная сталь поэтому как бы по некоторым мыло для бритья можно с уверенностью сказать что да они гарантированно подходят для вот этой вот нашей углеродистой стали ничего с ней не делают по некоторым такого сказать нельзя потому что вот часто шкаф человек он покупает себе там одну две бритвы и принципе только ими и бреется ему достаточно там их не коллекционирует вот и вот так получается что именно его две бритвы они хорошо сочетаются с тем мылом для бритья которые у него есть а если он уже возьмет третью какую-то бритву то она может пятнами начать идти прямо в процессе бритья ну или там через пять-шесть сеансов бритья постепенно начнут пятнышки появляться потому что третья бритва будет уже из другой стали и она не будет дружить с тем мылом которую вполне нормально на первых двух бритвах сработала поэтому могу только один такой универсальный совет дай что выбирая средства для бритья крайне желательно именно в этом случае смотреть отзывы других пользователей именно пользователей клинковых бритв не т-образных станков потому что то мыло которое классно работает с тэшками она может быть косметически очень хорошая у него хорошие уходовые свойства хорошая пена получается но она нормально работает с тэшками в том плане что тэшки то сделаем чаще всего с каким-то покрытием и лезвия которые для т-образных продаются они что же ли из нержавейки сделаны или покрытие какое-то имеет то есть да и в принципе по большому счету даже если они пятнами пойдут человек лезвие выкинул новое вставил дальше пошел бриться то вот эти вот мыло которые хорошо работают с т-образными станками они не все подойдут для клинковых бритв поэтому по отзывам когда выбирать то или иное мыло обращайте внимание чтобы отзывы были от пользователей на клинковой бритвы опасные бритвы они т-образных станков или шареток потому что опасные бритвы по большей части особенно старинные антикварные они делаются делались из углеродистой мягкой стали которая могла быть легирована какими-то присадками могла быть не легирована то есть простой какой-то рецепт мог использоваться вот и чем стали углеродистая проще в этом плане тем больше шанс что у нее какие-то проблемы могут возникнуть потому что вот если обычным мылом бриться но как раньше в старину то есть особо что не было развито особенно в те древние времена просто мыло люди готовим мыльную пену она ничего в себе не содержала особого только там натуральные какие-то компоненты то все было в порядке когда бритвами боялись а сейчас современные средства для бритья они напичканы всякой химии часто даже если производитель этого не указывает шанс что он туда положил какую-то химию все равно большой остается потому что все хотят чтобы их продукция продавалась чтобы она не портилась долго поэтому кладут туда консерванты еще какие-то вещи и в принципе вполне могут их не указывать на коробочках для клинковых бритв все это может обернуться такой вот ускоренной коррозии поэтому на выбор средств для косметики следует уделять большое внимание вот а по этим бритвам все сегодня то чуть позже отправлю